Приветствую всех! Я Анна Бодрова и это самый новый обзор произошедшего на рынке за декаду 10 дней. В последнее время не возникает вопроса, что же рассказать событий на рынке больше, чем можно успеть охватить. На что богата эта осень, так это на рыночные реакции. Рынок нефти продолжает притягивать к себе внимание и чем дальше, тем больше. Баррель бренд все дальше уходит от 7-летнего максимума цены, установленной в октябре. На этот раз причина вполне реальная, серьезная. США готовы заниматься проблемой ликвидации дефицита предложения нефти в мире. К решению вопроса Вашингтон уже притянула Китай, Японию, Индию и такой компании вполне реально убрать с рынка недостаток предложения, который держит цену на нефть достаточно высокий. Идея в том, чтобы освободить часть стратегических резервов нефти и направить ее на рынок. Китай уже так делала в этом году, но если все возьмутся разом, предложение станет профицитным. О возможности переизбытка предложения нефти на этой неделе говорили и ОПЕК, и Международное энергетическое агентство. Получается, что угрозы быкам более чем серьезные. Если за разговорами последуют конкретные действия, цены на нефть будут падать долго и достаточно мощно. Пока техническая картина говорит о том, что баррель бренд будет цепляться за 80 долларов, сколько сможет. Ближайшая значимая поддержка стоит на уровне 78, под ней 76. Доллар занял позицию около максимума 16 месяцев и не собирается ее уступать. В пользу американцев сыграла сильнейшая статистика от данных по инфляции, дорожничных продаж и промышленного производства. Все это выстроило ожидания рынка следующим образом. Раз экономика чувствует себя прекрасно, потребитель тратит, значит Федрезерву ничто не мешает сворачивать программу стимулирования быстрее. Если стимулы закончатся раньше середины следующего года, значит и ставку можно будет поднять быстрее. И все равно, что монетарные политики США говорят, что раньше времени никто ставку трогать не будет. Рынок считает иначе. Сейчас доллар торгуется у максимума 16 месяцев в паре с евро и в целом выглядит отлично. В криптовалюте, как говорят в социальных сетях, все сложно. От максимумов 10 ноября рынок отошел довольно далеко. Биткоин упал почти на 17%. Падает эфир, ключевые альткоины. Причина для этого есть. Согласно новым требованиям в Соединенных Штатах, криптовалютные брокеры-операторы обязаны будут отчитываться о сделках в цифровых активах на сумму более 10 тысяч долларов. Сведения жаждают получить налоговое службу. Это существенно испортило настроение участникам рынка. Во-первых, под вопрос ставится основной аспект мира криптовалют – децентрализация и приватность. Во-вторых, одна эта мера способна вывести на свет основную часть криптовалютного мира. Не думаю, что это кого-то порадует. Кроме того, на крипту давит Китай. Он вынес предупреждение государственным предприятиям из-за майнинга. Тем, кто пробует игнорировать мнение власти, будут повышены тарифы на электроэнергию или вынесены многотысячные штрафы. Цена биткоина находится в ценовом диапазоне от чуть более 58 тысяч до 68 тысяч долларов. Купатель изо всех сил держит оборону около психологического уровня в 60 тысяч долларов на фоне общего ослабления доллара. Участники рынка ожидают любого триггера для движения, как минимум в 5%. Текущий флэт по ценовой структуре схож с флэтом 10-15 ноября и разница только в продолжительности. Сейчас он формируется в два раза быстрее. На сегодня у меня все. Советую подписаться, чтобы не пропустить мой конклюзивный декадный обзор с прогнозом OnlyFull Alpari. Больше информации на сайте Alpari. Ссылка в описании. Увидимся через 10 дней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok